Ребята, хотела бы вам представить нашего сегодняшнего первого лектора. Это Анна Сутерина-Дупан, директор Института проблем правового регулирования не у высшей школы экономики, когда теоретических наук. Сегодня нам Анна расскажет про свободу слова и так называемый язык ненависти, но я думаю, что сейчас Анна также продублирует водную информацию. Спасибо большое, передаю вам слово. Да, спасибо большое. Тема о том, как соотносится право на свободу слова и любые его ограничения, она традиционно очень большое значение занимает вообще в различных правопорядках, но с развитием такого объема информации, который сейчас в интернете, это приобретает особое значение, потому что возможности создавать информацию и любые отклонения от того, что мы называем ограничение свободы слова, они также просто колоссально возрастают. И поэтому вопрос о том, как соотносится право на свободу слова с цензурой, модерацией контента и, в принципе, с различными видами деструктивного контента, его распространения, но в последние годы в различных правопорядках и России не исключение, занимает просто, наверное, центральное значение во всем контентном регулировании. И сразу хотелось бы сказать, что понятие hate speech, в котором мы сегодня с вами будем, уделим основное внимание, это лишь небольшая часть контента, который входит в большую категорию деструктивного контента, тоже определение всем на стадии формулирования, но деструктивный контент – это весь тот контент, который может так или иначе причинить вред защищаемым ценностям. Какие это ценности? Ну, конечно, это, прежде всего, личность в разных его проявлениях, то есть контент может причинить физический или моральный вред. Это, конечно, само общество и ценности, которые защищает общество, то есть контент может причинить вред определенным ценностям семья, допустим, и так далее. Ну и, конечно, государство, то есть контент, который создает у нас, ну, контент, который может использоваться для того, чтобы причинить вред государству и его институтам, это тоже все деструктивный контент. Но вот если мы говорим о категории hate speech, то здесь у нас есть определенные ограничения, то есть далеко не любой деструктивный контент является ненавистническим высказыванием, и, ну, естественно, любой ненавистнический контент является деструктивным по своей сути, и государство борется с ним разными способами, о методах борьбы мы поговорим чуть позже. Значит, что касается вообще определения, и вообще когда родилось это понятие, hate speech, наверное, тоже не будет, я не открою Америку, если скажу, что в 19-м году, 18-го июня, была впервые опубликована стратегия «План действий ООН» о борьбе с ненавистническими высказываниями, и, в принципе, с прошлого года, именно 18-го июня, отмечается как день борьбы с ненавистническими высказываниями. Поэтому именно этот документ мы с вами и будем рассматривать как основной для того, чтобы оперировать этим понятием, отграничивать его от прочих смежных понятий, и если мы обратимся к этому определению, то язык ненависти определяется как любой агрессивный вид общения в устной письменной поведенческой форме, в том числе с использованием уничижительных или дискриминационных выражений, со ссылкой на лицо и группу лиц, с привязкой к тому, кем они являются. Ну и там дается расшифровка, это может быть пол, раса, цвет кожи, национальности и так далее. То есть в целом у нас это определение достаточно абстрактное, большое, но мы можем увидеть три очень такие важных атрибута любых ненавистнических высказываний. Во-первых, форма выражения может быть абсолютно любая, то есть это не ограничивается только текстом, выражением, это может быть мем, это может быть мультфильм, фильм, что угодно. То есть здесь свобода творчества, примитивное к интернету, абсолютно никак не ограничивается. Поэтому в любой форме, в которой распространяется информация, может и могут распространяться и ненавистнические высказывания. Второй очень важный момент, что язык ненависти является дискриминационным или унижительным, то есть предвзятым, презрительным и унижающим определенным образом человеческое достоинство. И третье, вот эта вот предвзятость и дискриминация связаны с определенными категориями, либо критериями личности, то есть особенности самой личности подвергаются вот такому унижению, оскорблению, высмеиванию, либо какие-то определенные категории, критерии, группы лиц, ну, как, допустим, в случае там пола, раса и так далее. То есть очень важно, что язык ненависти не может распространять, то есть мы не говорим о том, что распространяются ненавистнические высказывания, когда речь идет о, допустим, искримистских высказываниях и призывах к свержению государственной власти. Все то, что посягает на государство, регулируется отдельно, и у нас достаточно много выработанных инструментов борьбы с такими высказываниями. Здесь же как раз применительно к языку ненависти пытаются регулировать и контролировать все то, что связано с конкретными личностями, либо группами лиц. И важно, что вопросы, связанные, как я уже сказала, с государственными учреждениями или, допустим, унижение первых лиц государства, символов государства, остальные остаются за рамками того, что ООН называет hate speech. Как я уже сказала, у нас после того, как ООН опубликовала стратегию план действий, были разработаны документы на уровне и Евросоюза, и на уровне отдельных государств, которые говорят о том, как нужно вести борьбу с ненавистническими высказываниями и, в принципе, кто должен этим заниматься. Вот этот вопрос о том, кто у нас должен вести борьбу с ненавистническими высказываниями, он, на самом деле, самый такой интересный и сложный. Потому что, как мы уже сказали, государство, если мы с вами на самый основной документ возьмем, это Международный пакт о гражданских политических правах, закрепляет, что свобода мнения и ограничение, и недопустимость цензуры – это важное право человека, предполагая, что как само государство, так и другие личности, так и другие организации не имеют права ограничивать свободу мнения. С другой стороны, защита от ненавистнических высказываний – это тоже право, предусмотренное пактом о гражданских и политических правах. И вот где же здесь у нас и как же найти баланс? Ну, каждое государство решает по-своему. Если мы обратимся к нашему государству, в России, например, очень четко в Конституции написано, мы читаем, цензура недопустима, но при этом права и свободы других лиц могут быть ограничены в той мере, в которой это необходимо для защиты прав других лиц и конституционных свобод и конституционного строя. То есть всегда на самом деле здесь нету черного и белого. Никогда. Всегда есть баланс того, что у нас на весах. Реализация права не должна приводить к нарушению прав других лиц. Все достаточно просто. И поэтому, когда мы спускаемся на уровень ниже, то есть вот есть у нас государство, а дальше уже начинаются все те, кто распространяет информацию, и государство так или иначе взаимодействует с этими распространителями информации. Прежде всего, раньше у нас это были только средства массовой информации. Теперь у нас появилось целый ряд особых субъектов, которые также попадают в периметр интересов государства, когда речь идет о хейт-спичах. И государство фактически делегирует им свои полномочия по защите нас с вами от ненавистнических высказываний и возлагая на них определенные обязанности. То есть, что мы сейчас уже с вами можем точно сказать, повторим, значит, что у нас ненавистнические высказывания всегда преследуют, имеют определенный объект, это всегда либо личность, либо определенная группа личности, они всегда оскорбительные или унижительные и могут быть в любой форме, в которой распространяется информация в интернете. И вот для борьбы с такими высказываниями государство делегирует свои полномочия по защите права нас с вами на защиту от ненавистнических высказываний разным группам лиц. Кто же у нас в первую очередь должен разбираться в вопросах о том, где есть свобода высказываний, а где есть ненавистнические высказывания? Это, конечно, средства массовой информации. Когда мы открываем закон о СМИ, то там мы в первую очередь увидим, что средства массовой информации должны с одной стороны защищать свободу слова, с другой стороны должны предпринять все усилия для того, чтобы бороться с ненавистническими высказываниями. Это первый блок тех, на кого это распространяется. Чтобы у нас иметь, чтобы, я не знаю, знает ли все здесь присутствующие, что статус средства массовой информации это не просто я хочу называю себя СМИ, это определенная регистрация, это соответствие определенным критериям и нахождение в реестре Роскомнадзора. Поэтому если вы хотите считать себя средством массовой информации и пользоваться плюсами и минусами для СМИ, то необходимо соответствовать определенным требованиям и выполнять определенные требования по защите и по мониторингу того, что размещается в СМИ на предмет соответствия навесническим высказываниям. Значит, второй большой блок после того, как у нас в интернете средства стали не только печатными, но и сетевыми, появилась категория новостных агрегаторов. Это уже категория закона о информации, информационных технологиях, защите информации и, соответственно, на них тоже возложены определенные обязательства, связанные с мониторингом информации и новостные агрегаторы, так же, как и СМИ, они должны допускать распространение запрещенной информации. Тут уже речь идет именно о запрещенной информации и информация, которая нарушает честь, угрожает чести и достоинства отдельных личностей или имеет характеристики хейт-спича, тоже попадает в эту категорию и она запрещена к распространению закона и поэтому, соответственно, новостные агрегаторы это вторая категория тех субъектов, которые вместе с государством борются с ненавистническими высказаниями. Третья категория это наши с вами социальные сети. Самая спорная категория, потому что на них в 22 году навесили очень много обязательств как раз по борьбе с незаконной распространением незаконной информации, в том числе с хейт-спичами, но насколько эффективно могут делать социальные сети эту работу, вопрос открытый, потому что все упирается в собственной политике социальных сетей и всегда вот этот баланс между распространением информации в целях определенных привлечения публики и аудитории, расширения аудитории и навеснических высказаний для социальных сетей, он достаточно сейчас сложный, потому что разумеется, вся информация, которая откровенно, ну, носит откровенно антигосударственный характер, наши соцсети блокируют, а когда речь идет о модерации определенных форумов, сообществ и так далее, здесь предпочитают всегда стоять над схваткой, так сказать, говоря о том, что мы предоставляем пространство правовое, информационное, а дальше сами граждане должны регулировать, как именно они этим правом пользуются, поэтому сейчас вот как раз вопрос и встает о том, если, как я уже сказала, СМИ, это однозначно на них государство возложило эту обязанность четко отслеживать, что они модерируют и как они модерируют, то с социальными сетями в законе достаточно все неплохо написано, но на практике если мы с вами попытаемся каким-то уровнем систематизировать, как это происходит, будет достаточно сложно. При этом надо сказать, что изначально именно к социальным сетям, как к тем, кто максимальный трафик информации прокачивает через себя и через кого реально происходит распространение ненавистнического контента, и ООН, и Еврокомиссия, если мы говорим про Европу, не обращала свои основные воззвания и еще в 16-м году, до того, как был принят стратегии план ООН, был в Европе разработан Кодекс поведения по противодействию незаконным высказываниям ненависти в интернете и объединились в 16-м году в рамках этого Кодекса четыре очень крупные компании Facebook, Microsoft, Twitter, YouTube, потом к ним присоединился Instagram и Snapchat и TikTok, LinkedIn и еще сейчас еще достаточно неизвестные у нас, но известные в Европе, Rakuten, Viber и Twitch тоже присоединились к этому кодексу. Что это за документ такой и в чем заключается его смысл? Вот если, как я уже сказала, у нас сейчас тоже определенные есть определенные требования к соцсетям законе, наши соцсети тоже приняли на себя определенные обязательства применительно к распространению информации касательно информации по защите детей от информации, которая причиняет пред их здоровью и развитию, то это вот этот кодекс, который я сейчас уже сказала по борьбе с ненавистническими высказаниями Евросоюза, он предполагает, что соцсети, участвующие в этом кодексе, они собирают информацию о ненавистнических высказываниях, мониторят ее и определенным образом реагируют. Как же может быть реакция соцсети на ненавистнические высказывания? Ну, во-первых, это естественно удаление того контента, который рассматривается как информация, содержащая ненавистнические высказывания, и во-вторых, это может быть блокировка либо аккаунта, не просто контента, аккаунта, там, где размещена эта информация, либо иногда соцсети вывешивают шильдик о том, что данная информация содержит ненавистнические высказывания и должна быть определенным образом, к ней отношение должно быть соответственное. Если мы говорим о том, что кодекс подписанный соблюдают его компании, то вопрос достаточно спорный, даже если возьмем мы просто объективные цифры и посмотрим на то, как это происходило с течением лет, то мы увидим, что частота реакции, как сами компании оценивают свое реагирование на хейт спичи, оно снижается, причем достаточно существенным образом, если в 20-м году компании обрабатывали около 90% информации и реагировали на сообщения о хейт спичах, то есть очень высокий процент был борьбы с хейт спичами, то в 21-м году это уже 81%, в 22-м году уже 64%, то есть сами компании говорят о том, что у них сейчас происходит снижение реакции на вот сообщения о ненавистнических высказываниях, поэтому здесь можно говорить о том, что с одной стороны вроде государства увеличивают накал страстей и борьбы с ненавистническими высказами, с другой стороны сами компании гораздо меньше внимания уделяют борьбе с этими явлениями, поэтому Еврокомиссия продолжает следить за выполнением этого кодекса поведения, но на самом деле как мы уже сказали в любом случае без каких-либо государственных воздействий без какого-либо государственного воздействия и четкой политики государства по поводу того, что такое черное, что такое белое, вряд ли сами компании будут успешно вести борьбу с подобными явлениями, потому что, как уже было сказано и всем понятно, что компании основное так скажем золото на всех социальных сетей это просмотры и поэтому чем более такой контент на грани, тем больше он вызывает споров, дискуссий, дебатов и поэтому для социальных сетей очень часто удаление подобного контента невыгодно. Понятно, что о откровенно российских или каких-то женыновиднических высказаниях и так далее здесь с модерацией достаточно просто используются определенные алгоритмы и после определенных предупреждений действительно то или иное сообщение отправляется в бан но у нас как правило хейтспитчи они достаточно сложны с точки зрения оценки искусственным интеллектом требуют вовлечения модераторов и поэтому социальные сети на них не особо таки и реагируют. если мы посмотрим это я уже сказала это то что у нас и в России и в Европе везде примерно одно и то же интересен опыт Германии тоже достаточно уже получается давняя история когда Германия первая она приняла закон о социальных сетях и приняла она как раз этот закон именно с целью борьбы с ненавистническими высказываниями тогда на пике принятия этого закона Европу захватила волна беженцев и дискуссии относительно вопросов связанных с беженцами приобрели в социальных сетях просто неприличный накал страстей и поэтому вот Германия первая решила первая из всех стран Евросоюза она выпустила этот закон где четко сказала о том что ненавистнические высказывания недопустимы социальные сети обязаны бороться с ненавистническими высказываниями как они делают это их личное дело но если нам поступают жалобы то мы будем штрафовать социальные сети на очень-очень большие деньги и вот эта политика привела она была первой интересный очень опыт был и она привела к своему достаточно хорошему результату тогда накал страстей по поводу беженцев в Германии удалось снять перевести его в более цивилизованное русло ну и поэтому закон продолжил выполняться до момента вот этого года когда в Евросоюзе были приняты два основных закона закон о цифровых услугах и прежде всего закон о цифровых услугах который фактически заменит и этот закон Германии и многие другие законы которые были приняты в других странах касательно борьбы с деструктивным контентом в целом и ненавистническими высказываниями в частности что еще интересно тоже из того что происходит в мире применительно к борьбе с ненавистническими высказываниями у нас очень интересно всегда оппозицию занимала занимали Соединенные Штаты Америки применительно к оценке свободы слова и защиты прав личности от дискриминации и унижения если у нас как я уже сказала цензура запрещается но при этом ограничивается свобода слова правами других лиц и государство принимает на себя основное бремя защиты прав личности как на свободу слова так и на защиту от ненавистнических высказываний то в Соединенных Штатах Америки традиционно первая поправка Конституции означает что государство находится вне цензуры то есть в принципе государство не должно осуществлять цензуру но очень тоже интересно цензуру могут осуществлять частные компании в соответствии с своими собственными политиками поэтому вот статус социальных сетей в Соединенных Штатах Америки он достаточно долгое время был очень удивительным это совершенно было что-то особенное отличное и от Европы и от естественно там Китая от Австралии от Канады от Сингапура но от любых стран где мы возьмем и посмотрим законы связанные с регулированием контента соцсетей и вот наших любимых с вами хейтспич в Штатах всегда провозглашалось что государство не вмешивается вообще в принципе вопросы связанные с защитой с цензурой но при этом как добропорядочные граждане платформы сами свои собственные политики могут утверждать и при этом если эти политики являются по своей сути ограничивающими свободу слова то государство ничего сделать не может при этом соцсети в Штатах освобождались и от ответственности за распространение ненавистнического контента и как посредники информационные в принципе были свободны от любой ответственности то есть достаточно такая интересная ситуация возникала соцсети с одной стороны могут модерировать саммит контент в соответствии с собственными политиками даже если это ущемляет свободу слова но при этом освобождаются от ответственности за то что делают пользователи используя вот эти вот их сервисы такая ситуация для самих жителей Соединенных Штатов в какой-то момент стала неприемлемой как вы знаете у нас Штаты это страна где очень очень развито законодательство региональное и Штаты начали принимать законы о фейтспичах прям вот один за другим сначала там это был штат Флорида потом штат Техас потом штат Нью-Йорк Калифорния и очень интересно что первые законы вот этих штатов о борьбе с фейтспичем потому что вот такая ситуация что соцсеть может с одной стороны она ни за что не отвечает и при этом сама модерирует как хочет для пользователей в самих Соединенных Штатах стало вызывать очень много вопросов и вот как я уже сказала первые законы которые были приняты во Флориде и Техасе они как раз обязывали соцсети бороться с ненавистническими высказываниями но в силу того что это были первые законы первый опыт их эти законы были Верховным судом признаны неконституционными и более успешным совсем недавно был принят закон штата Нью-Йорк который тоже был посвящен борьбе с ненавистническим поведением в интернете но при этом там было гораздо более мудрое нормативное решение позволяющее с одной стороны говорить о том что там были написаны все правильные слова о том что данный закон никакой мере не ограничивает свободу слова но он направлен против чтобы против ненавистнических высказываний и ненавистнического поведения против полосексуальной ориентации гендерной идентичности и так далее то есть как мы видим общество все равно независимо от того как государство и как сами платформы которые выражают свои свои интересы в законодательном поле для себя какие вот они барьеры всякие ставят с одной стороны с другой стороны снимают все равно общество дает запрос на защиту от ненавистнических высказываний и вот это манипулирование свободой слова в данном случае оно оказывается не имеет какого-либо реального влияния потому что все мы прекрасно понимаем что когда говорится на черное черное на белое белое то здесь уже свободу слова прикрыться невозможно поэтому вот сейчас посмотрим что будет с этим законом в Соединенных Штатах применительно к закону о социальных сетях ну будем надеяться что это тоже будет интересный опыт потому что в любом случае и в России мы тоже всегда с интересом смотрим за тем как происходит ограничение связанные с работой с контентом за рубежом и последние все инициативы которые у нас можно посмотреть здесь в этой сфере они как раз связаны ну аналогично тому что происходит за рубежом что еще хотелось бы отметить применительно к данной теме ненавистническим высказываниям наверное важный момент отметить что в России этот термин не используется у нас когда мы говорим о ненавистнических высказываниях это всегда некий составной юридический термин это унижение личности достоинства и репутации это причинение морального вреда и целый ряд других нарушений которые связаны с религиозным терпимостью и с другими нарушениями которые связаны именно с защитой от недискриминации но если мы посмотрим как я уже сказала в наш кодекс административных правонарушениях уголовный кодекс то термин ненавистнические высказывания мы с вами не найдем ну и наверное здесь каждая страна идет своим путем поэтому у нас так мы продолжатся у нас борьба с определенным видом информации и защиты прав в отличие от той же Европы где эти термины даны ну вот стали уже определенным образом вошли в правовое поле что еще хотелось бы сказать применительно к ненавистническим высказываниям вопрос как я уже сказала о в объекте ненавистнических высказываний он имеет краеугольное значение и как бы не хотелось придать политическое звучание этой повестке она как раз как правило деполитизированная то есть еще раз подчеркну что все что касается государства и защиты государства защиты интересов государства это лежит в рамках других правовых институтов это борьба с терроризмом с экстремизмом и так далее то есть много существует у нас разных уголовных статей и статей в кодексе административных правонарушениях которые защищают государство и до должностных лиц символов государства от ненадлежащего распространения информации но ненавистнические высказывания это нечто личное и в принципе все то что лежит в основе целого ряда нарушений межличностного характера оно как раз и те правонарушения оно как раз и составляет основу ненавистнических высказываний ну приведу пример например если мы говорим о таком явлении как кибербуллинг то здесь как раз в основе данного нарушения лежат как правило ненавистнические высказывания то есть здесь распространение ненавистнических высказываний составляет основу и даже очень часто суть самого нарушения точно так же вопросы связанные с дискриминацией по признаку там расы или пола вопросы связанные с радикальными там отношениями с крайними выражениями мнений о том о роли там мужчины или женщины да там крайний феминизм или мужской шовинизм все это то что в основе данных нарушений которые у нас сейчас где-то запрещены а где-то еще только пытаются нащупать основу для того чтобы бороться с подобными явлениями как раз и лежит язык ненависти поэтому что может сделать общество применительно к защите от данного явления ну основные мероприятия которые у нас рекомендованы на уровне ООН и в принципе в нашей стране активно пропагандируются это прежде всего вопрос о том что язык ненависти он должен быть это это не только вопрос одного там только государства или только соцсетей общество само формирует тот порог терпимости к ненавистническим высказываниям которые допустим поэтому на самом деле это личное дело нас с вами для того чтобы мы боролись с ненавистническими высказываниями потому что очень часто вопросы связанные то есть каким образом развитие вот этим ненавистническим высказываниям как их квалифицировать как их оценить как дать экспертную оценку тому или иному высказываниям является применительно к контексту высказывания ненавистническим или нет оно зависит именно от уровня восприимчивости вот этого языка ненависти в обществе и чем более общество толерантно и терпимо к тому что происходит с точки зрения выражения ненависти тем реже вообще мы обращаем внимание на язык ненависти и в сети и где-то в средствах массовых информации в любом случае применительно к языку ненависти если мы говорим о рекомендациях которые даны для модераторов каких-то сообществ и для модераторов социальных сетей на уровне международном и на мой взгляд они действительно очень интересные ну то есть они правильные это вопрос связанный с балансом интересов и соблюдением прав человека то есть на самом деле когда мы говорим о языке ненависти самый основной принцип который мы можем всегда очень легко применить подставить и оценить является ли высказывание ненавистническим или нет это золотое правило нравственности поступать с другими так как хочешь чтобы они поступили с тобой поэтому ничего проще придумано не было и тем не менее это вот то что приоритет если ты хочешь чтобы уважали твое право уважай права других поэтому это то что мне ну это с одной стороны выражено в праве у нас напрямую записано в конституции как я уже сказала что мы не можем реализовывать свои права абсолютно всегда есть права других лиц и поэтому вот это золотое правило нравственности поступать с другими так как хочешь чтобы они поступили с тобой применить хейдспичем это самый простой маркер для того чтобы их оценивать далее инструменты по модерации контента любые в том числе связанные с ненавистническими высказываниями связанные с любым деструктивным контентом они не должны носить спекулятивный характер и в любом случае принцип о том что применение правил разумной осторожности и принцип разумного обычно восприимчивого человека обычной восприимчивости человека он тоже должен всегда быть на первом плане потому что всегда особенно сейчас когда информация становится доступна широкому кругу лиц получается что ранее уязвимые категории лиц получаются под ударом той информации которую они могли бы и не получить если бы интернет не был так развит поэтому вот эта особая восприимчивость и особая уязвимость тех или иных категорий лиц всегда должна пониматься как некая особенность при решении вопроса о том является ли информация ненавистнической или нет то есть цель распространения информации которая должна быть и как я уже сказала мерило очень простое с точки зрения нравственности оно всегда должно присутствовать то есть с одной стороны нельзя уходить и применять это правило оценки ненавистнических высказываний для каких-то злоупотреблений и цензуры с другой стороны у нас всегда есть возможность для блокировки действительно ненавистнических высказываний и если мы с вами посмотрим на разные совершенно дела которые реально были связаны с ненавистническими высказываниями то мы увидим что как правило там где нету какого-то специального контекста и подтекста и не используется этот институт для борьбы с теми или иными неугодными личностями то никаких проблем определить что является действительно ненавистническим контентом не возникает один из тоже рекомендаций которые дает ООН это в принципе вовлечение все равно правоохранительной системы в борьбу с ненавистническими высказаниями у нас в стране правоохранительная система и когда мы говорим кто это такие это наши с вами полицейские ну достаточно странно что мы пойдем к ним для защиты наших прав в сети интернет или там прав свободы или личной неприкосновенности чего бы то ни было потому что достаточно мало опыта достаточно мало много у них других дел которыми они занимаются но в целом на самом деле это действительно правильный подход что так как речь идет о нарушении прав то это вопрос правоохранительных органов где-то судебно где-то иных для того чтобы решать спорные вопросы потому что все равно если дело доходит до каких-то споров то должен быть эксперт который признают обе стороны для того чтобы вынести взвешенные решения у нас как ни крути сейчас это только суд все всегда и везде не нравится жалуйся в суд как говорится присказка такая тем не менее это действительно так и должно быть другой вопрос что судебные механизмы для защиты прав личности в интернете у нас к сожалению сейчас не развиты совершенно и все что касается вопросов связанных с именно защитой чести достоинства деловой репутации в интернете и использование судебных механизмов для этого но это тема вообще отдельные лекции я понимаю прекрасно что достаточно сложно у нас говорить о том что это в какой-то мере хоть реализуется и очень долгие сроки рассмотрения дел и очень мало квалификации для того чтобы обеспечивать доказательства и всегда это происходит только если уж прям люди или конкретные какие-то организации решили просто пойти на принцип потому что расходы на использование судебной системы всегда у нас будут выше чем тот фидбэк который мы получим вот какого-то решения ну это в любую сторону действует как и в случае если вы считаете что вас заблокировали несправедливо мы не высказывали ненавист не проводили ненавистнических высказываний а вас заблокировали за это и вы решили отыграть это и доказать что вы правы так и наоборот если против вас активно идет ненавистнические высказывания то тоже будет достаточно сложно с привлечением судебной системы поставить ответчика на место поэтому как я уже сказала рекомендация понятная потому что мы говорим о нарушении прав значит должны быть именно те органы которые специализируются на нарушении прав примените должны защищать эти права но у нас к сожалению это пока достаточно сложно ну и вопрос тоже интересная была рекомендация на уровне ООН что у нас должны развиваться активно разные мнения сообществ по поводу различных групп и работы с уязвимыми группами населения применительно именно к ненавистническим высказываниям потому что одно и то же выражение которое сказанное в разных социальных группах оно может иметь совершенно разную окраску и то что не будет рассмотрено как ненавистническое высказывание в обычной среде или там в бизнес среде допустим в контексте там какого-нибудь специального чата допустим инвалидов или еще каких-то там беженцев оно может приобрести совершенно другой характер и будет уже рассматриваться как унижающее дискриминирующее поэтому здесь как я уже сказала вот эта вот работа с различными группами и модерация контента применительно к различным группам она выходит на первый план что еще вот я сейчас хотела посмотреть были ли какие-то вопросы потому что у нас остался очень большой блок вопросов о том что же делать и как как реагировать на контент потому что то есть какие меры есть борьбы кроме банальных блокировок как можно вообще что здесь делать но сначала если я готова озвучить да давайте может быть по очереди потом да ребята много в чате вопросов уже накидали если кто-то может быть голосом хочет пока высказаться пока фильтруют давайте да просто разберем вопросы а потом пойдем дальше потому что это большой прям интересный блок особый ребята кто-то хочет озвучить свой вопрос да у нас есть Алиона Геращенко тоже видел ваш комментарий давайте тогда голосом если можно добрый день меня слышишь нормально да отлично спасибо за лекцию за первую часть у меня вопрос я его озвучу из чата собственно ненавистнические высказывания если они касаются не государства а отдельного лица вот то что вы называете кибербуллингом как правило у нас в России это защищается в рамках гражданского процесса защите репутации или это все-таки можно вывести в уголовный процесс или может быть это только административная тема вот поняла вопрос поняла спасибо большое за вопрос ну смотрите у нас на самом деле вот объект личности да когда достоинство личности которое является объектом применительно в случае кибербуллинга это защищается тремя отраслями права гражданское это возмещение морального вреда административное это тоже есть состав связанный с и с клеветой и с оскорблениями и уголовное тоже тот же состав клевета при наличии других последствий это можно защитить в уголовном процессе то есть на самом деле самый простой способ это конечно гражданско-правовой обычный иск в чем его минус ты пиздец и ты должен доказать что ты понес вред это сложно достаточно в случае когда возбуждается там уголовное дело или административное уже государство согласно с тобой что тебе причинен вред а дальше вопрос в том разница гражданского и там допустим административно-уголовного процесса публичных процессов она в том кто получит сатисфакцию в случае если это гражданский процесс то сатисфакцию получит само лицо если там какая-то копеечка суд ее и там скажет да действительно ваша достоинство было оскорблено вы претерпели существенные моральные страдания надо вам за это заплатить 10 тысяч рублей то эти 10 тысяч рублей получит истец в результате вот этих вот долгих мытарств о которых я и говорила судебных сейчас там как обеспечивать доказательства если это было киберумнижение а не просто обычное со свидетелями и так далее это отдельный вопрос когда мы говорим об уголовном или административном процессе тоже можно у нас бороться за свои права за честь и деловую репутацию но тут примитивно к уголовному праву страдания должны быть очень-очень сильные и вред должен быть весомый там как правило назначается экспертиза даже какая-нибудь судебно-психиатрическая чтобы доказать что вот эти вот унижения привели к тому воздействию что вред именно личности и здоровью моральному и ментальному был очень большой причинен поэтому у нас гипотетически можно все три инструмента использовать в случае с уголовным и административным как я уже сказала наказание будет в пользу государства но человек который пострадавший получит моральное удовлетворение что его врага осудили а в случае с гражданским есть шанс получить какую-то копеечку себе так что в этом вот разница и можно использовать все спасибо большое за ответ вот в чате нашла вопрос нам всегда было интересно как лингвистам напомню что у нас аудитория разная у нас есть в том числе лингвисты да вот кто должен быть экспертом и сколько их должно быть по вашему мнению если например есть видеоряд состоящий из текста картинок мемов и так далее лингвистическая экспертиза может сделать заключение о текстах но как собирать оценивать все в совокупности не только вербальные тексты как думаете может быть знаете где взять таких квалифицированных специалистов экспертов спасибо интересный вопрос на самом деле прям вопрос в точку потому что вот когда был вопрос именно связанный с не только ненавистическим высказыванием вообще деструктивным контентом то первый вопрос который задала администрация президента кто будет экспертом кто у нас вот сейчас если допустим экстремистские высказывания у нас есть определенная там категория то кто будет вот оценивать эти высказывания ну на самом деле как правило если речь идет о сложном и комплексном каком-то информационном блоке то ну это всегда и психологи и педагоги в зависимости как я уже сказала от объекта того кому причинен вред то есть в случае допустим если это несовершеннолетний то всегда оценку в целом всего будет производить педагог-психолог который посмотрит и на текст и на видеоряд и оценит возрастные особенности того как был доведен вот та или иная ненавистническая высказывания и как на него отреагировал несовершеннолетний в случае если это какая-то другая категория ну допустим там беженцы или мигранты то может быть привлечено дополнительно там какой-нибудь знаток из сферы там каких-то культурно-религиозных особенностей которые может оценить то или иное высказание то есть в любом случае высказывается специалист оценивает все вместе потому что лингвисты действительно ну они оценивают текст и иногда сам текст очень нейтральный а вот во всем что касается видеоряда и происходит вот этот как раз ненавистнический контент и вкладываются слова совершенно нейтральные и приобретают вот эту окраску поэтому ну здесь вот как правило либо культурологи либо там педагоги-психологи всегда смотрятся на объект которому был причинен ответ спасибо большое за ответ давайте голосом тогда будем чередовать Анна пожалуйста ваш вопрос спасибо большое за лекцию добрый день получается в течение лекции вы говорили что государство старается бороться с различными ненавистническими высказываниями а вот если допустим подобное высказывание будет исходить от государства то есть от его представителей я занимаюсь фрог-дипломатией как раз таки следила за блогом Марии Захаровой в телеграме там получается были скажем не очень приятные высказывания от президента Украины Зеленского и соответственно был ответ от Марии Захаровой в ее же блоге и подобная ситуация была опять же от Марии Захаровой когда в общем это было связано с сербской стороной было тоже не очень приятное фото выложено где в итоге отношения вроде не пострадали но все же уладили и мне вот интересно как допустим вот это регулировать на таком государственном возможно международном уровне потому что когда высказывается глава или представитель государства это в любом случае как-то отражается на людях на народе вот интересно спасибо заранее да спасибо большое за вопрос на самом деле просто очень интересный вопрос и здесь как раз что что сейчас ну вот с точки зрения тех же правоведов которые пытаются привлекать и тут говорить кто прав кто виноват в данных случаях так как мы говорим что государство и его представители и его символы они у нас относятся в особую категорию то все что касается высказываний против там государства еще что-то это у нас особый вид состав преступления и так далее точно так же если у нас речь идет о том что какое-то там лицо должностное высказывается определенным образом в публичной пространстве вот его все высказывания они будут квалифицироваться гораздо должны квалифицироваться вот не знаю уж как будут но должны квалифицироваться гораздо более серьезно чем просто высказывания обычные там те же ненавистнические высказывания которые делаются каким-нибудь там пользователем социальной сети комментирующим там какую-нибудь стрелялку и должностным лицом допустим там ну были что тут говорить и разные высказывания относительно именно религиозных моментов еще что-то на уровне местных властей или еще что-то недопустимо подобные высказывания и у них должна быть повышенная ответственность у таких лиц за то что они делают к сожалению мы всегда тоже понимаем что кому-то что-то сойдет с рук кому-то нет но в целом вот иногда были даже ну у нас интересные были моменты применительно к привлечению к ответственности местных должностных лиц которые неуважительно допустим высказывались по там принципу там именно национальности каким-то категориям лиц и их просто снимали с должности потому что у них в соответствии с законом о государственной гражданской службе у них повышенные обязательства и поэтому у них и ответственность выше не только как нас с вами по общим правилам гражданского уголовного кодекса но есть еще закон о государственной муниципальной службе и кодекс этики государственного муниципального служащего которые они должны соблюдать спасибо большое за ответ ребят еще интересует вопрос ведется ли знаете ли вы про борьбу с хейтспичем которая связана с борьбой с ботами которые могут там тоже либо оскорблять либо вот канал я так понимаю что забивать комментариями разными или это отдельный наверное вопрос ну это наверное все-таки отдельный вопрос в любом случае все что связано с алгоритмическими с алгоритмами с подачей информации и определенным искусством где-то использованием искусственного интеллекта как для распространения ненавистнических высказаний так и для борьбы с ними здесь в принципе всегда придерживаются вот сейчас пока нет каких-то специальных правил что смотрят кто вопросы распространители то есть у нас всегда отвечает лицо и поэтому если установлено будет кто распространяет эти боты то соответственно как если бы он сам лично производил эти высказывания то и бот какая разница кто именно в сеть закинул то или иное высказывание сам пользователь или бот которому была написана соответствующая программа поэтому пока вот так вот ну а дальше когда у нас искусственный интеллект производит оценку допустим в соцсетях тоже ни для кого не секрет именно искусственный интеллект это первый рубеж второй рубеж уже модераторы то они тоже по принципам которые закладывают в них люди осуществляют оценку спасибо большое задайте вопросы к голосам у нас еще есть время да да я думаю давайте по вопросам и потом перейдем к следующему а Елена пожалуйста ваш вопрос да я бы хотела про адекватность выплат и вообще адекватность ответственности в России и за рубежом потому что если мы говорим про гражданские иски вот я точно согласна с Анной что компенсации составляют там 3, 5, 10 тысяч рублей и все какова зарубежная практика и у меня еще там письменно вопрос был ну вот я его сейчас тоже озвучу пользуюсь случаем наглости второе счастье прошу прощения по поводу ответственности за разжигание национальной и религиозной ненависти потому что у нас это традиционные составы как у многонационального государства но в Европе и в других на других континентах тоже есть много национальных государств и наверняка там такие нормы существуют то есть насколько ну сравнивали ли вы меры ответственности если да то насколько они друг другу корреспондируют и адекватны вообще спасибо хорошо спасибо большое за вопрос значит ну по по вопросам размера компенсации то у нас вопрос связанный с компенсацией морального вреда традиционно он очень недавно ну сколько вот у нас начал с 94 года когда появился в гражданском кодексе вообще там термин моральный вред да 52 статья вот начали его взыскивать по-хорошему до этого у нас это было совершенно ну незначительно в рамках уголовных дел и практически не применялось поэтому у нас практика фактически только складывается если мы возьмем общее право где вообще эта категория там традиционные да штаты Великобритания Австралия там то вот в этих странах вопросы связанные с возмещением вреда они гораздо более комплексные очень интересные и вообще деликты там конечно размеры компенсации ну просто не сопоставимы с нашими и действительно это ну это просто другое совершенно другая система правосудия ты понимаешь там чтобы ты тратишь гораздо больше на то чтобы в суд обратиться и в суде и просудиться но и получить там можно тоже не сопоставимо с тем как в России просто если ты уже пришел в суд это значит там допустим в той же Великобритании с деликтным иском против чести и достоинства это значит что ты как минимум уже оплатил баристера а то еще ну солисатера потом баристера и значит тебе уже меньше чем хотя бы все эти расходы никто не компенсирует ну поэтому там совершенно другой уровень это даже не в разы действительно вот поэтому здесь можно сказать что если у нас будет наверное подороже и мы будем более относиться ответственно что ли к этому институту судей может быть у нас тоже со временем поменяется но пока пока не наши судьи не сами пострадавшие адекватно к сожалению не оценивают свои нету даже вот если мы посмотрим на судебную практику верховного суда то нету каких-то мерил и за рубежом достаточно много есть конкретных очень критерий для того чтобы как оценивать твои страдания да там так же как у нас там шкала боли в больницах не применяется то за рубежом давным-давно все врачи эту шкалу боли они хорошо там как-то пытаются ее рассмотреть просто это вопрос именно того что не не распространен совершенно данный вид исков а что касается ответственности за разжигание религиозной и национальной розни то на самом деле в разных государствах изначально по-разному совершенно подход к этим правонарушениям допустим вот возьмем Испанию да там традиционно очень сильны вопросы связанные с межнациональными конфликтами там баски и прочее прочее но если вы даже немножечко погрузитесь то там вплоть до смертной казни вот это ответственность за разжигание подобных видов за подобные нарушения вопросом кто и как это начнет делать но она не сопоставима с нашими точки зрения суровости да точно так же вот долгое время пропаганда нацизма в той же Германии это было одно из самых страшных нарушений и поэтому вот все что связано с национальным розни в Германии тоже долгое время это было прям отдельный вид нарушений поэтому я наверное скажу что есть и гораздо более суровая ответственность уголовная в том числе за подобные нарушения в разных странах и обычно это связано именно с историческими какими-то событиями спасибо большое за ответ Александр ваш вопрос давайте голосом Александр Станиславский да меня слышно да я сразу начну с того что я не юрист поэтому мой вопрос наверное покажется не совсем корректным но вот такая вот интересная мысль у меня появилась то есть мы говорили про хейт-спич про собственно про объекты ненависти я вот думаю имеет ли смысл изменять наказание за хейт-спич в зависимости от объекта ненависти например можем ли мы сказать что антисемитизм хуже нежели разжигание ненависти других народов не юрист интересный вопрос на самом деле вот я немножечко про это начала говорить что иногда традиционно в государствах та или иная форма ненависти она уже носила гораздо большие последствия для государств для общества да ну вот в Ирландии да мы тоже там очень много своих там всяких вопросов там Ирландия Великобритания и у них допустим вопросы связанные с межнациональными конфликтами поэтому там по принципу национальности если ты там против еврея ну не так страшно а вот если там против вот это вот ирландская самостоятельность это уже совершенно другое и поэтому вопрос это мы не можем сказать объективно говоря что если мы так смотрим на все ценности у нас все ценности носят одно и то же вес кого-то оскорбит высказывание против женщин кого-то оскорбит высказывание на религиозную тему и поэтому говорить о том что что-то хуже что-то лучше невозможно но мы никуда не денемся от вот этой объективной исторической объективного исторического контекста те или иные соответственно явления истории которые приводили к очень сложным событиям в странах они накладывают отпечаток на то что ответственность по факту будет неодинаковая за разные объекты ненавистнических высказываний спасибо большое спасибо за ответ у нас осталось буквально два вопросика из чата на которые мы еще ответили свои лекции да вот ребятам на парах говорили что к СМИ также относятся и блоги в социальных сетях получается что они несут ответственность так же за хайспич как и СМИ хоть они допустим не опубликованы в реестре средств массовых информации или это условное деление на самом деле применительно к блогерам у нас до сих пор этот вопрос если вы помните был закон о блогерах который приравнял их к СМИ потом их отменили и сейчас по факту блогеры у нас не то есть не приравнены к СМИ с точки зрения вот полной ответственности за все высказывания но у них есть в законе там об информации свои собственные моменты где они ну к ним можно тоже применять ответственность то есть да у нас пока по блогерам вопрос нерешенный реально потому что то что касается рекламы блогеров вот тут их сейчас после того как вышли изменения закона рекламе ЕРИР у нас делают этот весь то и блогерам тоже там реклама инфлюенции и прочее прочее это у нас определились а вот все что касается именно ненавистнического сказания свободы слова и прочее то тут пока их нельзя считать что они один в один как отвечают как СМИ было бы так то у нас борьба с целым рядом блогеров которые распространяют очень странную информацию касающуюся там ну влияющую там деструктивный контент допустим там связаны всякие челленджи опасные для жизни и здоровья совершенно бы по-другому с ними было можно было бы бороться вот а сейчас это пока все в общем ключе да хорошо и осталось еще спасибо большое за ответ ребята благодаря что внесли ясность и уточняющий момент ложное объявление обвинения и клевету можно ли включить в понятие хитспич или это немножко разные вещи смотрите это в некоторых случаях да ложное обвинение клевета это может быть включена как я уже сказала хитспич он деление всегда они не имеют некую условность здесь должно быть связано именно с определенной личностью или группой да это может быть как ложные так и допустим характеристики личности как выдуманные так и действительные но они должны быть именно основой для вот этих унизительных дискриминационных высказываний поэтому в некоторых случаях действительно клевета и ложные обвинения и оскорбления они являются хитспичем да спасибо большое на основные вопросы мы вот сейчас разобрали на часть вы ответили как раз в процессе лекции ребята просто писали параллельно и я думаю хорошо тогда давайте мы мы сейчас продолжим нашу лекцию у нас остался еще один большой достаточно блок вопросов с тем как можно влиять на соответственно ненавистнические высказывания как с ними бороться ну у нас есть сейчас узаконенных два инструмента борьбы первый инструмент это блокировки для того чтобы заблокировать ту или иную информацию ненавистнического характера придется пройти сложный и тяжелый путь обращения в судебные органы либо в полицию получения соответствующего документа судебного акта либо постановления об административной ответственности прийти с ним в Роскомнадзор и заблокировать обидчика сложно долго к сожалению здесь когда речь идет о необходимости баланса интересов и мы прибегаем к авторитету государства государству нужен другой авторитетный государственный весомый акт чтобы совершить действия по блокировке но совершенно по другому принципу работает блокировка социальных сетей и у нас практически все социальные сети они в соответствии с законом о СМИ должны противодействовать распространению незаконной информации к числу которой относятся и ненавистнические высказывания и это полностью их усмотрение и их политика как и что они считают ненавистническими высказываниями что здесь можно сделать то есть можно если вас в интернете оскорбили можно пойти по длинному пути пойти в полицию или в суд можно пойти по более короткому пути и прибегнуть к блокировкам или к блокировкам самих соцсетей для этого надо посмотреть правила сообщества у нас практически если это крупные соцсети или организаторы распространения информации с числом пользователей более 500 тысяч то всегда есть правила сообщества которые должны быть опубликованы если это более мелкая соцсеть или там другая какой-то там сайт который не так много пользователей то вы тоже можете посмотреть правила сообщества но они будут иметь другое правовое значение чем правила сообщества допустим там социальной сети вконтакте потому что если это правила сообщества социальной сети вконтакте то они в силу закона должны быть опубличены, то есть размещены на сайте, к ним должен быть доступ, и они должны меняться в определенной последовательности. То есть сама соцсеть, размещая эти правила, потом должна их соблюдать. Поэтому вот с такими большими сетями вы можете всегда посмотреть правила сообщества, там всегда есть раздел про ненавистнические высказывания, и посмотреть, какие высказывания соцсеть считает ненавистническими, потом подать жалобу, это тоже порядок подачи жалобы, у нас все большие соцсети обязаны разместить и опубличить, вот. И есть 24 часа у соцсети, чтобы отреагировать на вашу жалобу. Если соцсеть ничего не делает, тут вот можно идти жаловаться на соцсеть уже в Роскомнадзор. Если это мелкое, как я уже сказала, какое-нибудь сообщество или комьюнити, которое не обязано действовать, не подпадает под статью 10.6 закона 149, потому что у него менее 500 тысяч пользователей, поэтому они не обязаны ничего публичить, и у них нет таких обязанностей, тогда вы все равно можете посмотреть правила сообщества, но они будут иметь назначение гражданско-правового договора, к которому вы присоединяетесь, когда вступаете в то или иное сообщество, и все равно на сайте они публикуются и должны соблюдаться. Но тут уже только вот этот наш общий порядок судебный, гражданский процесс, что нарушен договор и так далее, и так далее. Надо заблокировать, не блокируется. Ну, здесь всегда нужно оценивать, действительно ли так или иначе вам игра стоит свеч. Это то, что законный способ, это блокировки либо государства, либо соцсетей, но привлечение к ответственности гражданской уголовки, как я уже сказала, это, в принципе, особая сфера, потому что это тот факт, что человека привлекли к ответственности, не означает автоматом, что ресурс будет заблокирован, это тоже у нас тонсенс, но, как правило, одно идет за другим, но это тоже отдельное действие, которое должен совершить там либо следователь, либо суд в рамках того или иного процесса, либо Роскомнадзор, когда у нас идет то или иное расследование. Поэтому это вот то, что мы говорим о основных инструментах, которые есть. Но те инструменты, которые есть вообще в мире, они гораздо более многообразны, чем просто блокировать аккаунт или блокировать материал, сайт. У нас есть применительно к разным, там, те, кто допускает ненавистнические высказывания, допустим, есть понимание, там, пессимизация в поиске, то есть если по определенным принципам, это не у нас в России так делается, но это тоже мера воздействия на тех, кто там осуществляет ненавистнические высказывания и допускает, допустим, дискуссии такого ненавистнического характера, то у них там, они пессимизируются в поиске, и не так просто выйти на них. У них не размещается платная реклама, просто потому, что сайт каким-то образом не соблюдает политику борьбы с хейтспичами и так далее. То есть инструментов больше, чем просто блокировать или не блокировать, но они требуют в любом случае вовлечения сообщества. То есть того, не только государство или технологическую компанию, социальную сеть, которая распространяет информацию, но какого-то сообщества, которое имеет влияние и может там той же социальной сети сказать, что такие-то, такие-то, такие-то ресурсы, они у нас не соблюдают те или иные политики. Вот у нас в государстве, к сожалению, пока не очень-то отлажено вот это взаимодействие распространителей информации и пользователей, вот, но на самом деле все равно работа в этом направлении ведется, и разные, сейчас вот большой, очень интересный проект, который пытается запускать администрации, президенты, еще что-то, реестр деструктивного контента, там тоже один из блоков, это вот эти ненавистнические высказывания, кибербуллинг, и необходимо определенные меры борьбы предложить, и инструменты дать соцсетям, и обязать их в том числе бороться, не только соцсети, но это и видеоигры, и определенные сайты, то есть здесь, если само общество, как я уже сказала, будет заинтересовано в снижении уровня градуса высказом, ненависти в контенте, то тогда соцсети, они вслед за этим, естественно, пойдут и будут делать то, что общество желает. Если же для общества подобные дискуссии являются интересными, то как бы часть общества не говорила о том, и само государство, что ненавистнические высказывания – это плохо, все равно, к сожалению, подобные ресурсы будут процветать, потому что мы сейчас с вами прекрасно понимаем, что информацию любую можно получить, и поэтому вопрос в запросах на информацию, и скорее, чем в том, как не допущать, потому что не всегда это будет эффективно. Вот, поэтому много разных моментов, связанных с хейтспичами, вот, если есть у кого-то еще какие-то вопросы, готовы рассказать, поделиться каким-то информацией. Да, тут как раз вопрос в чате Татьяна Смирнова задала. Интересно, а в других странах несовершеннолетние несут ответственность за хейтспич, или точно так же отвечают родители? И еще отдельный вопрос – способы, существует ли доказать невинность, если там с твоего аккаунта написали, взломали того же ребенка? Ну, понятно, да, вопрос понятен. То есть вопрос установления личности в интернете, он всегда связан с ненавистническими высказываниями, то есть анонимность в интернете, которая сейчас есть, она действительно способствует тому, потому что люди более свободно, то есть высказывают то, что не высказали бы при условии отсутствия анонимности. Значит, но общая ответственность, если удается доказать, что распространена информация несовершеннолетним с его аккаунта или еще каким-то образом, то тогда будут отвечать родители, как и у нас во всех странах. Фактически родители отвечают за ненадлежащее воспитание, чтобы ребенок не сделал, разбил окно или оскорбил кого-то. Поэтому вопрос просто возраста, везде есть свои градации привлечения к ответственности, да, если, допустим, это ребенок до шести лет у нас что-то сделает, да, какой бы он ни был технический гений, считается, что это просто как невменяемый вас обозвал, поэтому на него реагировать невозможно, за него никто отвечать не будет, какой бы он вред вам ни причинил. А вот если уже там от шести до четырнадцати, это одна ситуация, и родители будут нести определенные ответственности. Совершенно другое, если это ребенок старше 14 лет, то тут он уже будет нести самоответственности, субсидиарка будет со стороны родителей. Поэтому зависит все от ситуации. Вот. Поэтому как-то так. Спасибо большое. Как раз в вопросе было про ребенка пяти лет. Но я, честно говоря, думала, что такие не сидят в интернете, хотя сейчас время немножко другое, да. Вопрос голосом. Елена. Да, добрый вечер. А вы могли бы назвать какую-нибудь интернет-площадку, соцсеть или стриминговую площадку, или видеохостинг, где наиболее удачно борется с хейт-спичем, чтобы на них равняться или заимствовать какие-то механизмы. Понятно. Ну, вы знаете, у нас сейчас Рутьюк пытается говорить о том, что они у нас со всех точек зрения самые прогрессивные, применительно к запрету информации для несовершеннолетних, и применительно борьбы с хейт-спичами, незаконной информацией, маркировка. Ну, вот, в принципе, они просто не такие. Если говорить о том, чтобы и пользователей было много, ну, наверное, я не знаю даже. В принципе, у одних одно хорошо, у других другое. Таких у нас образцов, наверное, нету, к сожалению. Ну, да. Спасибо большое. Вот философский вопрос у Марины. Возможно ли разделить хейт-спич от юмора, отделить? Или нужна отдельная экспертиза для этого? Ну, в зависимости от того у нас юмор тоже иногда бывает очень злая ирония, в счет тот юмор. На самом деле это все достаточно сложно, и вопрос в цели, которую преследовал человек, размещая ту или иную информацию, да, смысл, шутка – это чтобы было весело, и тому, над кем посмеялись, и тому, кто посмеялся. Если вы понимаете, что будь выносит ситуации того, над кем посмеялись, и вам было бы не весело, то тут я говорю, вот это правило, оно всегда действует. Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступили с тобой. Вряд ли человек, ну, есть, конечно, там толстокожие, менее толстокожие люди. Но в целом это всегда принцип работает. И какой-то там есть более обидчивые люди, это естественно. Но мы говорим об обычных людях. В принципе, вот сейчас всегда человек с обычной чувствительностью. Там термин даже такой есть в иностранном государстве, но в иностранных многих зарубежных практиках, как обозначают вот этого вот ordinary sensibility. И вот у нас такой же вот обычный человек. Если для обычного человека, ну, понятно, что юмор от злой шутки всегда можно отличить. Но если что, можно экспертизу провести. Иногда бывает и такое, это мы тоже знаем, у нас иногда очень интересные дела идут. Ну, тут уже вопрос, для чего люди преследуют те или иные цели, и действительно ли им важно оказать обидчика. Вот как раз вопрос про цель. Допустим ли хейтспич в качестве способа защиты интересов? Ну, вы знаете, наверное, нет, потому что у нас, в принципе, всегда право очень-очень дозированно разрешает нарушение прав других лиц. И всегда это самые большие сложности, чтобы понять, допустим, оборона, она была допустимой пределы обороны или нет. То есть даже в случае, когда причиняется вред каким-то твоим правам, ты должен всегда сороизмерять. Вот в нашей, во всяком случае, российской правовой действительности это всегда является фундаментом. Ты должен сороизмерять ущерб, который на тебя посягают и который ты можешь причинить. Поэтому в любом случае здесь, ну, как и в случае, когда происходит драка, оба машут кулаками, оба неправы. Скорее всего, если посягают на ваши права, вы в ответ высказываетесь, ненавистнические высказывания, то и один неправ, и второй неправ. Обоюдка. Да, спасибо большое. Вот еще у Елизаветы вопрос. В целом мы поговорили про основные положения хейтспича, но возможно ли в перспективе выработать какие-то конкретные метрики для определения хейтспича или все же это какая-то утопия? Я думаю, что здесь может быть связано, может быть, научить искусственный интеллект более точно по этим метрикам. На самом деле, на мой взгляд, как раз возможно, потому что достаточно простые образцы, которые есть, и, в принципе, примеры хейтспича, они как раз и легли в основу обучения искусственного интеллекта, как сейчас у нас все соцсети его учат. Поэтому эти критерии есть, и их пытается и ООН давать определенные критерии, дифференцировать, как мы можем углубляться. Поэтому на самом деле это вопрос действительно просто времени и вопрос наработки определенных... Понятно, что сложные случаи всегда будут решать люди с привлечением экспертов, как мы уже сказали, где-то педагог-психолог, где-то востоковедов, еще кого-то. Но это сложные случаи. А вот достаточно простые случаи, которые любому лингвисту покажи, он скажет, да, это хейтспич, а это не хейтспич. Но такой искусственный интеллект тоже способен обучаться. Спасибо. Да, вроде бы все вопросы в чате... Нет, тут уже комментарии. Ребята еще ведут параллельную дискуссию, тема интересная. У нас много достаточно в этом наборе школы, хотя и в предыдущем тоже, ребят сирического направления. Их, конечно, эта тема очень интересовала. Вот. В целом мы просто системно на многое ответили, поэтому... Хорошо, спасибо. Я рада, что, в общем-то, с удовольствием прийма участие. Да, вот еще один вопрос появился. Видимо, я стимулировала, да, такой завершающей фразой. Как вы считаете, какая модель борьбы с хейтспичем, кибербуллингом или иным контентом, оскорбляющим пользователей, эффективнее, когда операторы соцсетей, мессенджеров или других цифровых платформ, они стают, контент удаляют, или в крайнем случае блокируют аккаунты, либо введение уголовной административной ответственности государству? Ну, на мой взгляд, государства на все не хватит. Вот просто реально на все не хватит, потому что сейчас объем информации, пока это было возможно в оффлайне, то это было реально. Поэтому сейчас у нас всегда... Ну, так и будет дальше во всех государствах, что наиболее такие острые случаи будет разбирать государство, а, в принципе, вся модерация контента будет за организаторами распространения информации. По-другому никак. По-другому никак.